всем привет дорогие друзья антоха власов здравствуйте ты такой всем привет юлик 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 по фамилии онежка да здравствуйте юлик ну что сегодня вы к нам пришли по добру поздоровую правильно чернуху посмотреть захотелось юлик мне звонит вот сегодня рано-рано сейчас знаете сколько время час восемь утра я звонит в пол седьмого горит я уже выехал антон мне делать нечего я хочу посмотреть шизу жести ну приезжай друг мой сайте рад вот за как кашу ели до сырники или сырники бузерброда малиной и пили чай с этого сблются в кофе пили шизу будем смотреть итак ребята сегодня именно тот вариант уважаемый ричард который делает некие записки любезно я надеюсь нам разрешил да мы люди честно не честный зал до комментарии да да юлик мата нету я я считаю что который вампир ричард вампир да мы смотрели у него там зубы благородный человек но юлик будьте здоровы он ничего нам не сделает потому что во первых мы крещён и во вторых мы его нет ричард уважаемый наш другой дорогой человек он сможет нас укусить только если мы пригласим его за порог приглашаю ричарда за порог квартира антона а я приглашаю в квартиру юлика где бы перед началом я хочу сказать что я смотрел недавно новый фильм с николасом кейджем где он был драк новый вообще на вью ну как он такой уже как бы там месяц месяц ему полтора но еще считается как бы из новинок он там дракула я может про него рассказывал не смотрел и он дожил до наших дней у него там был тоже его вот этот вот помощничек который постоянному жертв носил этот николас кейдж короче говоря он хотел чтобы у чирлидерш не водили чтобы он их кровь пил потому что говорит целый вагон чирлидерш он всегда поднимал мне хорошо настроение потом пил всяких там лучших друзей кровь и вот это вся хуй и он пришел пить кровь на собрание анонимных кого-то ну типа знаешь там деле были алкоголики или наркоманы менее стресс у них был знаешь между собой делились там опытом и он стоит на пороге прям зубы вот так свисает так что ребята сегодня мы смотрим жуткая семейка реальная история техасской резни бензопилой сделали кресло из кожи человек из кого-то сделали кожаное кресло юли то как удобно я не знаю у кого нет он так мягко кожа она мягкая ой какой кожа посидеть сейчас на тебя сетку и как бы демоверсия будет нет ладно все стартуем одним из ключевых источников дохода голливуда есть хорош кожаные кресла из людей будь то ужастик боевик или же культовый фильм он включает в себя обрывки реальной жизни это может быть любой другой жанр с разницей лишь в большем количестве крови и кишок часто в этом жанре одними самых революционных фильмов считается оригинальная картина техасская резня бензопилой сам же фильм его главный герой кожаное лицо был взят из реального случая а все кожа на лицо так-то и ты кожа и я все но у него было двойное кожаное лицо как я понял уже потом на себя делал больше человек чем выходит что так может быть даже импат 1950 ричарда записки круто но до диск лагер кстати я тоже диск лагер есть а можно сегодня вставить вам петр будь добрый спасибо сделать суббота 16 ноября 1957 года бернис у орден владелица магазина стройматериалов была вполне уверена что вернется домой когда нравится мне потому что тут истории истории из жизни история только он начинает говорить и сразу в голове уже рисуются картинки строительный магазин из своих дома вряд ли она осознавала что это были последние моменты ее жизни а может осознавала может она просто что она думала что чувствую помру сегодня вот я тебе расскажу мы мы с никитой смотрели про двух чуваков которые в сговоре украли воровали женщину держали у себя в подвале среди этих двух чуваков был клептоман какой-то или ликнули клептоман короче он любил воровать все из магазинов и они были женщины еще это да но они пришли просто в магазин строительный у них сидит в темнице женщина им нужно было просто купить что-то эти и этот один из чуваков говорит такой я не могу джон я не могу такой держи себя в руках все я ворую и он прямо чуть ли прямо на глазах у всех украл какой-то там строительный прим этот инструмент убежал их в итоге задержали и нашли женщин но это было еще чуть позже кстати еще можно было поворовать да ну вот такая херня что чё не мог даже сдержать магазин и начала свою а это женщина просто ее убили я думал это убийца ты подумал что это кожа на лицо в очках или нет согласно словам бернарда мушинского лучше бы они рисовали а слушай если издалека смотреть прищурившись то видно все да она очках суждая просто блики-блики очки вот так вот нужно смотреть через прищур вижу даже в отражении глаз фотографа комнату видно там окно в этой комнате суждая кто-то смотрит там видно парковку там что-то женщина стоит читать книжку все видишь до на 45 странице у нее там что-то написано еще ручка пометки бернис приехала в магазин и начала свою обычную утреннюю рутину согласно словам бернарда мушинского младшего владельца бензозаправки через дорогу откуда хорошо видно магазину орден который также служил местом компании по регистрации убитых оленей он увидел ее 8 15 утра как обычно проверяющий свою почту вскоре он заметил что подъехала машина для выгрузки оборудования некоторое время спустя между 8 30 и 9 30 как помнишь черт подзашины строительный магазин самое интересное я знаю где происходит сейчас где-то грузовик едет улица фирма самое интересное почему да это что это я вот в этих воротах вот они да я проходил техосмотр на него очень очень странно очень странно ребята я вам говорю я не понимаю как так может быть нифига себе даручил он взял видео то есть вы думаете ты ну нам же американскую историю скажу это показывает я вот в этих воротах проходил я вижу питера не это петербург зачем пугать от салова улица самого да да я и управлял человек как он тогда думал мужчина которого наняла орден в качестве вот так вот сейчас попробуем только единственно что там закрытая территория может быть не будет именно панорама нет туда не заехать но я точно знаю где это дитя для обычной доставки мужчинский продолжил заниматься своими делами позже он перешел дорогу к магазину орден и обнаружил что входная дверь закрыта он заметил что бернис оставила свет включенным но учитывая что это был день открытия сезона охоты и обычно в такой день посетителей было мало мужчинский просто подумал что бернис раньше закрылась по этой причине но свет остался горит в тот вечер сын бернис фрэнк который весь день был на охоте остановился на заправке мушинского по дороге домой чтобы расспросить об охотничьим соревнований во время беседы мушинский сказал фрэнку что его мама раньше закрыла магазин но свет был все еще включен фрэнк который так не но посмотрел многие за этого я думаю прилегла просто отдохнуть не но знаешь ли вот в этом то и черта есть вся американцев потому что они видишь они очень внимательны вот на будущее они прямо вот все замечают вот каждую деталь все подмечать ага да ничего не внимания все просто в этих историях ну опрашивать людей у которых хорошая память которые что-то подняка у них у всех хорошая падок не будут опрашивать тех кого плохая память не будет такого в досье что вот мы опросили чела он ничего не знает но один единственный человек подошел к магазину и он сразу сопоставил все факты начала сезона скорее всего ушли домой но свет горит значит это самое все знал понимаешь но в полицию не обратился но но сказал об этом сыну помощником шерифа сразу забеспокоился так как он знал что его мама планировала быть в магазине весь день а еще и сразу 100 разбираться мам приблизившись к магазину к своему ужасу он заметил что к его задней части вел кровавый след не только бернис пропала не было также и кассового аппарата в поиске объяснений он сразу вспомнил о мужчине который приходил в магазин в позднее время и он также был тут предыдущим вечером спрашивая об антифризе и даже пытался завязать разговор с фрэнком спрашивая будет ли он на охоте на следующий день дурак что ли если он более чем он светится и больше знакомства заводит такое ощущение что он знаешь наоборот хочет именно осуществить это а последствия пофигу то есть чтобы у него все как бы получилось он и спрашивал то вы будете завтра здесь или вы будете на охоте а вы будете здесь там прям брал вот блокнот все записывал скольки до скольки вас и вот так вот он все вот эти вот если будете в магазине можете вот позвоните по этому номеру предупредить меня да если вы будете возвращаться обратно вы заранее позвоните и он такой все сходится завтра ровно в 12 тире в час я могу совершить это фрэнк и подтвердил этот мужчина был эд гейн ошельник который в основном держался сам по себе да видно было извините такой-то да вот с такой вот щетиной и впалыми щеками все убийцы 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 чикатило был такого же плана кстати только из тачки и большой оправы на него накинуть то же самое будет а если застегиваются проверим без галстука без галстука и без бабочки на все пуговицы до конца то вы либо эмагот да годк либо вы убийца потому что никто да все пуговицы не застегивается никогда что делаешь смотри ёбай покажи-ка вылитый просто один к одному жесть кринш ребята его наверное блеснец было известно что он вел себя странно большую часть времени он даже приглашал бернис покататься на роликах и учитывая что это было в маленьком городке где все друг друга знали слова странного эда гейна который говорил женщины в такой манере поразили людей какой так ты на роликах со мной что такое в такой манере то есть он и это может вообще приказным тоном сказал ты едешь со мной что они как странно не американцы понимаешь как это было ему не свойственно это стало причиной для многих слухов городке от гейн родился 27 августа 1906 года в висконсине его мать была рьяной религиозной женщиной и в ее доме властвовала атмосфера чрезмерного верования к не постоянно предупреждала это его брата генри об опасности женщин презирала любых это все это все ребята то есть если сразу же вас с детства до обучают ненависти это можно сказать что все ничего хорошего маньяк вырасти сто процентов учившийся вне брака утверждалось что секс для продолжения рода был отвратительным но его нужно было терпеть для создания семьи такое жесткое вселяющие страх воспитания поставила братьев в оппозицию в то время как это буквально поклонялся своей матери до такой степени что некоторые называли это одержимостью генри с другой стороны противов с ее строгим взглядом их отец был алкоголиком который фактически боялся своей устрашающей жены он умер от сердечного приступа когда году было около 30 30 30 лет каким сердечный приступ склопотал чувак нет ни в 30 лет чем ты просто надеюсь смотри почему это эду было 30 лет и его отец умер до 30 лет это трудился на странных работах чтобы помочь своей семье 30 лет ребята порезал палец пока к умудрился не знаю работал нянькой утверждая что он в этом хорош и пользовался успехом и среди детей и их родителей считает что это хотел добиться не доверил мужику сидеть детьми почему если ты злая мать пьяная то вполне тогда это твое кредо оставлять на него детей на боролица расположение своей матери в 1944 его брат генри умер однако случай приведший к его смерти был загадочным и весьма сомнительным это вызвал полицию чтобы они помогли найти его брата который согласно его заявлению пропал пытаясь потушить пожар который подбирался к их владению когда они прибыли и от привел их прямо к телу гендри странным образом на его теле не было следов ожогов несмотря на то что она лежала на обгорелой земле кроме того на задней части его головы были найдены кровоподтеки но власти не заподозрили никаких умышленных злодеяний так как считали что вероятно генри ударился головой надышавшись дыма чё-то какая-то нестыковочка да то есть он он то есть явно было да что его на обгорелую землю принесли будучи уже убитым власов власов нам эти бумажки заполнять нам на поставь сюда не на ешь и угорел ударился как-то угорел упал ударился отсюда а почему не обгорел ну вот и по домам пончик будешь дал и похоже что так оно и было но хотя это было какое 44 год там я думаю было не до этого вскоре после смерти брата это мама его мир это развалился после потери его любимой мать этого когда помнишь во властелине колец бильбо валялся в кровати уже без кольца ему там показали кольцо и он такой а он таким сразу стал она пережила инсульт в 1945 и от полностью ухаживал за ней но спустя шесть месяцев в 45-м радоваться нужно было на инсульт ну может быть вот от этого от радости большой ну как сказать знаешь там типа переполнила эмоции не не а второй инсульт забрал ее жизнь теперь это остался один он потерял очку секунду колодки мне не те ребята продали на бмв меня колодки имеют виду кандалы меня раз и помидорами на шея растет ребят качается уже не помещается и на бычару купил новые колодки человека который для него был целым миром и он никак не мог легко ее отпустить теперь живя как ошельник эт лишь выходил на ровно все свободное время проводил дома где он преданно поддерживал порядок в некоторых частях дома как это делала его мама при жизни вот и жил бы он знаешь в наше время он просто сидел за компом в игрушки играл но да ну да и никого не убил только единственное что надо было оплатить эту карплату все такое но за интернет надо было платить но пышка бы нигде не работал маке мастиком наверное какие-нибудь охранником на какой-нибудь это задавал бы комнату в airbnb дом большой блять кстати да и такая хорошая природа я прям вижу как вот на авто весь второй этаж можно было отдать под заселение у голова юлик ему нужно было всего-то 50 лет продержаться эти части дома были заколочены в то время как остальная часть была полностью заброшена если это гейна раньше не беспокоили то теперь наверняка пришло время для этого при осмотре места происшествия фрэнк обнаружил что в то утро выписали последний чек на галлон антифриза проданного эду гейну со своим инстинктом шерифа и надежной интуицией фрэнк немедленно разыскал гейна стук в дверь эда застал его во время чего-то ужасного с другой стороны дома то есть к нему сразу явились так антифриз зачем-то купил подозрительно были подростки которым нужна была помощь машиной а кстати мы у нас был тоже с никитосом выпуск про антифриз и оказалось что можете посмотреть выпуск кстати одна из женщин пил антифриз травила своего мужа антифризом добавляя по чуть-по чуть-по чуть его в кружечку с чаем там с виски со всей этой штукой оказывается антифриз имеет слащавый очень прикиньте так том и дело что это же такая жидкость агрессивная но имеет сладкий вкус как мог как судя по видосу и он даже ничего не замечал особо и убива убива но дети были знакомы эту они были соседней семьи где я часто обедал они заметили что его руки были покрыты кровью он заявил что разделывал оленя ему нужно помыться перед тем как помочь им с машиной это остался на ужин в их семье и когда они заканчивали они узнали об исчезновении орден сын соседа спросил гейна подвезет ли он его чтобы узнать что происходит и он согласился перед тем как они уехали прибыли правоохранительные органы в поиске гейна и обнаружили его сидящим своей машине с сыном соседа они высадили это на задние сиденья полицейской машины и попросили детально рассказать о том как он провел тот день с утра и до вечера затем они попросили его вновь рассказать эту историю и это не смог то есть он дурак наговорил наболтал чушь и напридумывал и потом не сам не смог болван вспомнить когда даете показания надо говорить не не так нельзя говорить можно если ты говоришь не знаю а потом вдруг знаешь это уже это пиздец минуты жмотов у меня а вот да а вот вспомнить ты мог сейчас не помню с адвокатом вспомнил но ты даешь это какой-то там адвокат типа вода или в полицейскими мне мне попадаются только вот мартышки которые сидят в этом в теплом источнике и на них падает снег в таких умных видео у меня в тик таки или их не попадать они стали его допрашивать на что гейн ответил кто меня оклеветал тогда офицеры спросили за что по его мнению его оклеветали и он ответил миссис уорден они давили пытаясь получить больше ответов спросили гейна что случилось с миссис уорден и за что по его мнению его разыскивали его ответ был таким какой мог знать лишь причастный преступлению человек что ее убили на тот момент и люди лишь знали что она исчезла гейн сам себя скомпрометировал фразой она мертва не так ли пока гейнс ой дурак ой болван я может догадался ну кстати тоже непонятно он она умерла это только знал убийца таки я спросил у вас как как мы там его смотрели за настроение не нечего доброго вот могуль т.о да как же там было да вот придурочные полиции где вампир вот правильно потому что к вампиры с кулаками бывает а ток и только ты знал и только ты один сказал что он умерла все сажать на стул а это же еще такие года были когда там реально на стул сажать могли их ты электрически все почти что охота на ведьму было а он попался сидел под стражей офицеры проверили его владение надо было ему да опять же еще 50 лет пожить дожить тиктока до тиктока и попасть на этот тикток где сказали говори не знаю скоро крест было действительно ужасающим тело миссис уорден находилась в гараже подвешенная за щиколотки обезглавленная и распотрошенная словно туши оленя убили голову нашли в мешке на сердце возле печки в пластиковом пакете не стараюсь не смотреть была среди других человеческих останков найденных во владении кроме того в поместье гейна был обнаружен холодильник полный человеческих органов и позже некоторые люди предполагали что он хранил их чтобы в дальнейшем приготовить и съесть другие обнаруженные это вообще какой-то резидент его велаж блять чем живут эти люди чего они делают там они занимаются своими вот этими страшными делами понимаешь там хобби интерес и хобби подвешивать тебя за щиколотки как всегда да то есть это и это смысл все его же не понимаешь вот этим ублюдством он постоянно заниматься пусть там хобби занимается не знаю шьет эти обивку для кресла из ткани блять не из кожи ну понимаешь вот если если человек уже пошел по наклонной то это все его все ты думаешь что мне кажется так много времени занимает это это знаешь это занимает много времени в голове понимаешь то есть он постоянно ходит и только это он может делать все мне кажется на автоматизме ходить подметать пол какой-нибудь ходить там собирать не знаю там опавшие яблоки но в голове он будет всегда находиться вот что там холодильнички лежит кто там подвешен как ногами он живет фантазиями и вот в такой вот как понимаешь дымке у него вся у него как сказать время в этот момент наверное быстро идет то есть он как бы в трансе находится в таком вот он этим и занимался выше у него ну такое интерьер да вот как вот как у холмов есть глаза смотрел же ты фильм не ну ладно посмотри не буду спалить что-то похожее тоже такая постановочка и там тоже люди совершенно невероятным способом будто они были частью бытовой обстановки они нашли мебель отделанную человеческой кожей и частями тел корзину для бумаг светильники заслонки сделаны из губ и даже стул со все еще прикрепленным жиром использовавшимся как сиденье но это было не все черепа были расставлены как стойки кровати не дожди я еще пока до этого не отошел мир она сейчас дальше слушать у человека вся мебель была силович не икея и не там какой-нибудь и как из людей гарнитур но это было не все что черепа были расставлены как стойки кровати и были также найдены разные части тела носы губы ногти коробки частями женских гениталий вот вот ребята такой жести честно сказать мы с никитоса не видели ну вот я вот по крайней мере такого нам не рассказывали там была жесть конечно чудовищная но чтобы вот прямо чел отделывал мебель но это что такое если это вас недостаточно пугает далее также нашли кожаные костюмы состоящие из лосин топа с грудью и девяти масок сшитых из кожи женских лиц позже вскрытие показалось что миссис орден была застрелена в затылок из 22 калиберного оружия и была искалечена после смерти 22 это очень много вот то есть там тебя там 9 миллиметровый то есть как боже ну такая это 2 сантиметра 2 миллиметра в диаметре это вот такая большая там от башки ничего не осталось на двадцать двух миллиметров на не знаю что стреляет либо ружье какой-нибудь дружки у него магнум у него какой-нибудь был ну вот и руку оторвю 22 миллиметра часов я еще я искал 22 метра ревешок и чешу патрон ебать длинный винтовочный здоровый короче такая шнега в голове планетарный патрон это же нужно ли разрешили рвать старый калибр стаж владения нужно не то что нужно пять лет даем владеть сначала а просто любым оружием после жестокого допроса в последующие дни гей наконец признался в содеянным с миссису орден заявляя что это был несчастный случай а что он отметил что часто впадал в ступор а что было несчастным случаем вот вы тоже да в ступоре там случайно сделали уронил ружья на выстрел случайно уронил нож и нитки создалась подушка людей случайного тоже упал с бритвой острые когда брелся раз ой маска из лица вот ее и выкапываете сажать что обычно выходил из него до того как могу случиться что-то опасное но что он особо не помнит момент убийства так как это случилось пока он был в оцепенении судя по тому сколько тел нашли в его поместье гейн муссерин убитший тем не менее он заявлял что собрал другие тела из могил между 1947 и 1952 гейн часто читал поминальные списки и объяснил что часто посещал кладбище около сорока раз в тот период времени но всегда в состоянии тумана в голове из всего огромного количества раз когда он посещал кладбище девять раз он не мог выйти за цепенение и выкопал тела женщин среднего возраста напоминавших его мать который он использовал чтобы создать тот ужас что обнаружила полиция в его доме а а то есть смертью ну да и мать и ненавистью к матери думаешь ненавистью я думаю я думаю да но знаешь не из любви же к матери выкапывают похожих на нее людей делать из них мебель что-то несколько могил было разрыто и там не хватало частей тел или не было тела вообще что подтверждало историю гейна поговаривают что он также украл труп своей матери после его погребения некоторые говорят что он видимо надеялся буквально влезть в ее кожу также говорят что он носил части дел и танцевал с ними на улице под луной ну вот вот это уже похоже конечно на байку знаешь типа он танцевал под луну под луной вот этот меня уже как бы немного настораживает да отдает на данный момент не удалось установить личность женщины которая танцевала на видео версия 2022 года вызывает сомнения но юлик танцует и ладно я думаю что это не самая страшная вещь которая может с тобой произойти и идешь по улице танцует женщина и смеется с ножом я бы добрый вечер лицо черепа мэри хоган владелец уровень которая исчезла в декабре 1954 также нашли у него дома некоторые источники сообщали что гейн также признался в ее убийстве однако большинство источников говорят что никогда этого не признавал или признал а затем отрицал это говорят даже что он рассказывал людям что убил ее но обычно его признание просто списывали на его странность гейну предъявили обвинение в убийстве первой степени в случае с бернис орден все его также обвинили в краже кассового аппарата и его содержимого гейн ответил на обвинение что невидовье по причине нет украл кассовый аппарат ну и сука на стул его нужно так то если подумать так то конечно это тоже плохо юлик вполне так тоже может просто думаешь украсть кассовый аппарат это ничего такого сука и гнида да ну не на стул допустим да даже не так мне жалко денег как кассовый аппарат взял таблетку большую фирму открывать ватности ему диагностировали шизофрению признав что он не может предстать перед судом сначала его отправили в государственную больницу централ с невменяемостью в отношении совершенного преступления и затем перевели в другую больницу странным образом после суда его дом был разрушен пожаром все подозрения чьей-либо причастности не быть я думаю клубы и сожгли его да не копы местные я уверен что знаешь типа такая херня там же все равно так или иначе там в глубинках в маленьких городках да там люди всех знают постоянно ползут слухи что бля демоны вся хуйня смотри ну а чё такое дом дома стоят до сих пор может быть хотя не надо все таки как вещдоки изъяли все эти кресла из этих жутко но прикинь где-нибудь под полой все равно осталось что-то может быть это припрыг припрятал надо было сны книжки как записаны не сожгли местные сожгли сто процентов были подтверждены его машина которая использовалась для перевозки тел была продана парку развлечений в 1968 году спустя 10 лет после госпитализации наконец-то шли целесообразным представить гейна суду за убийство бернис орден где он продолжал доказывать свою невиновность по причине неадеквата как выпустит а вообще он отверг свое право на слушание дела в суде присяжных оставив свою судьбу лишь в руках судьи суд состоял из двух частей первая должна была определить виновен ли гейн в убийстве а вторая должна была определить был ли здоров он или нет во время убийства во время показаний гейн заявил что ружье которое он проверял в магазине орден случайно выстрелила убив бернс гейна признали психически неадекватные что нет убийства и впоследствии признали оружие то бракованные с дырками где а сзади то видишь дырки до признали там шон выбрать на пресс-конференции вскоре после суда в своем поведении он винил свое воспитание его таки не обвинили в убийстве мэри хоган и в обкрадывании могил его отправили обратно в государственную больницу централ с невменяемостью в отношении совершенного преступления откуда он ходатайствовал об освобождении в 1970-х но ему отказали от гейн находился там до 26 июля 1984 тогда он умер от остановки дыхания из-за рака легких в возрасте 77 лет и так вы наверное спросить что ты хочешь сказать что не она она прожил если он сорок пятый год я думаю что это как бы было были уже 60 я просто и помню но лет двадцать он протомился я думаю полноценную жизнь можно сдать 20 25 где в тюрьме после такой дичи в дурке ну да ну да да он долго долго жил поэтому по сути он избежал наказания так дурка это что такое да вот особенно вот в штатах она не имеет уровня мне кажется какой знаешь средней тяжести там на совершенные преступления там тяжкие преступления нету режимов просто тебя подкалывают подкалывают чуть больше кого-то чуть меньше на тусе раду сидишь там как вот пролетает на гиздовку кушке смотришь телевизор но с другой стороны он убил одного человека я думал что это думаешь вообще но это доказано один это правда да юлик наверно ты прав потому что скорее всего да ну тоже такая херня я все это выкопал ребята это это понимаете да ну они уже мертвые что их достал и вот теперь сделал из них извините стул или как там ему ему только хулиганство по сути надо за это предъявлять так что легче тому чуть ли не этим ремнем просто на газаре штрафте 50 баксов без штрафа выговор какой-нибудь коп такой но не делай так да разговор знаешь такой сядь посиди раскопать могилу а еще хуже знаешь что делать кресло почему а почему нельзя ну потому что так люди ну потому что так люди не живут даже видимо так в мире так пошло так никто не делает почему так не делается ну это неправильно я не знаю почему так не делали поехали и отправили в дурку закалывать как эти ужасные испытания легли в основу техасской резни бензопилой кожаное лицо это полностью выдуманный персонаж но элементы истории сам рассказчик в общих чертах были взяты из реальных преступлений это гейна режиссер тоби хупер сказал в интервью что его персонаж кожаное лицо и некоторые части фильма были заимствованы у гейна его зверских преступлений помимо главного героя то как фильм связан с гейном видно в его деталях некоторые из них заключены в определенных элементах а техасская резня бензопилой очень старый фильм то есть он по моему конца семидесятых если мне не изменяет память они есть конечно ремейки но это чуть ли такой один из первых хоррофильм о ребята извините колодки надо поменять помню мина лица номера я помню только пин-код из мастер-кард александр пушкин я помню чудное мгновение передо мной явилась ты как мимолетное видение как гений чистой красоты в томлениях грусти безнадежной в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный и снились милые черты шли годы бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты и я забыл твой голос нежный твои небесные черты в глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои без божества без вдохновения без слов без жизни без любви душе настало пробуждение и вот опять явилась ты как мимолетное видение как гений чистой красоты и сердце бьется в упоение и для него воскресли вновь и божество и вдохновение и жизнь и слезы и любовь другие напрямую демонстрируются персонажами например каннибализм убийство и расчленение многих женщин сцены с комнатами полными мебели из останков людей кроме того одного персонажа наказанной курюк он смотрится ты смотрел как зловещие мертвецы 80-е годы ну вот это то же самое примерно размах волны убийств кожаного лица был более широким чему реального прототипа от гейн был бесспорно убийцы чей мир был нездоровым извращенным и ужасающим не вороз здесь не состоял в освещении могил вот такой текал от привозил да да ты не похожа фотки нету да но похож очень таким на то время гейн был более известный как мясник плейнфилда и похититель трупов более того похоже вообще не было признаков того что гейн когда-либо использовал бензопилу как любимое орудие убийства и в частности не было признаков что он применял ее к живым жертвам также распространена ошибка что техасская резня бензопилой основывалась на реальных событиях в основном из-за вступления фильма которая сообщает что события того дня привели к раскрытию одного из самых ужасных преступлений за все годы американской истории техасской резни бензопилой из-за этого многие считают что история создана на каких-то реальных событиях единственная правда состоит в том что это было изложение и творческого решения хупера предположительно как рекламная тактика в надежде привлечь более шума уже никем не регламентируется что да вот в этом то и проблема что но за руку как какие теряли события до были то есть там может быть вообще просто имя позаимствовала человека который был в этой базе даже не проверяет нет проверяю проверят органа нету который бы сказал так вы написали что у вас основан на реальных событиях реальных событий не было вот вам штраф не существует но вот надо уже создавать потому что иначе это все сдержав заставках фильмы вода вода зачем люди нет есть такой люди вводят в заблуждение юлик вот это уже статья вот ввели в заблуждение я купил допустим билет в кино за 250 рублей да ты твоя вина че ты ввелся не мая ввелся об себя взял обманулся обманулся я обманулся к аудитории также говорили что это культурно-политическое заявление в ответ на громкий скандал который вовлек правительство сша который разворачивался во время когда хупер обдумывал и создавал фильм что касается бензопилы она была инспирирована поездкой за покупками после работы над историей в течение многих месяцев изоляции хупер оказался в большой толпе покупателей и как он вспоминает это большая толпа всегда мне нравилось там было так много людей я просто там стоял напротив стойки с бензопилами перегорела электрическая лампочка и во взгляд переместился с бензопилы на толпу словно проговаривая о я знаю как быстро выбраться из этого места я просто запущу одну из этих штук и пойду при создан такой звук конечно я этого не сделал это было просто фантазии ну понятно шизофреника фантазия когда ты будешь там такой да ходишь по магазину я просто я могу и да и как бы пойти в толпу я делать этого не буду я нормально же но у тебя мысли такие появились просто киндер покупали каждый день техасская резня бензопилой была среди значимых фильмов ужаса нового типа грайнхаусы вышедших в 1970 нахуй эти камеры эти вот эти выводки чё нельзя на телефоне снять фильм чё-то я тебя не понимаю вообще можно можно на айфон четвертый зак снайдер снял фильм целый про женщину у которой сумасшествие было где начало везде видела не помню не на четвертый был а на другой на одиннадцатый я его смотрел прикольный да на какой одиннадцатый это год то был какой подожди снег пар железа зак снайдер в 2017 год снял короткометражку на айфон короткометражка есть целый фильм снял блять тоже верно основательно в корне изменивших текущий способ создания и потребления фильмов ужасы эти низкобюджетные фильмы были тем что впоследствии привело к теперь уже миллиардной индустрии фильмов ужасов и огромные доли в голливудской экономики продюсированные некоторыми известными кино режиссерами такими как брайан де пальма уэс крэйвин джон карпентер и конечно тоби хуппер наверное тут голова может заболеть если стоять под этой вот херней долго значит яйца будут это греться то вывеска холливуд она охраняется вообще я думаю что постольку поскольку сюда любой может подойти я думаю и погулять вокруг нее лет я так вот тоже думаю вот я просто первым делом приехал был бы в голливуде я прям хотел бы вот сесть на л знаешь ли очень по приколу как у каждого очень высокая ты внесел думаешь мне кажется то что а мне кажется 23 твоих роста ширина нижней части вот этого до меня как нибудь бы популярный сайт screen rent оценивает версию 1974 года как лучшую из киносерии техасской резни бензопилой утверждая что неважно сколько перезапусков и сиквелов сделано на оригинальный фильм хуппера ничто никогда не приблизится к лихорадочным галлюцинациям 1974 а 74 какой бы жанр и не был все истории всегда откуда-то берутся и следующий раз когда вы будете читать свой любимый роман или смотреть фильм подумайте и спросите себя откуда взялась эта идея и как всегда божья если вам понравился этот ролик всегда лайк и подписывайтесь на канал и встречи в следующих роликах спасибо 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 ричард очень интересный рассказ вот так вот еще не вампир это он потом стал вампиром да да близость к этой теме она как бы дает возможности некоторые возможно и тогда ребята слушаю судя по тому что мы с никитой так долго смотрим и с тобой начали я уже давно даже должен быть уже на сферату какими-то как тема шлаки должны разжения ты проверь ящик то почитал ему что только щита только-только кинутации антон сергеевич приглашаем вас вступить в коалицию вампиров санкт-петербурга я бы с удовольствием отделение пушкинского района это самый сытый отделение шушары этот мурина самые сытые самые сытые тут тут можно цело кормиться кормить сам самые 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 голодные это вот где думская где вот этот бар и сейчас там еще их закрыли по моему разогнали все это толпу алкашей так что ребята так что ребята вот такая вот история жесть да чувак просто чем занимался то ли то ли он этих реальную трупу выкопал то ли он но то что он делал креслица мебеля как говорится да мебель делал это ебаноза ребята так что угодно может жить по ту сторону стеночки ваши да кто ваш сосед вы не знаете может прямо сейчас там у нас делают занавески из как из кого-то блокаут получится но блокаут будет хорошая кожа мне кажется не пропускает цвет так что ладно ребята будьте аккуратны следите за всеми вокруг отрастите себе глаза на затылке правильно юлик ходите оглядывайтесь потому что опасности подстерегают на каждом шагу на сегодня все это был я антон у вас и юля не подписывайтесь на мой канал на канал юлика там тоже выходят интересные видосы подобного характера посмотрите а вот или напишите какой-нибудь интересный комментарий ваше мнение все друзья спасибо до новых встреч пока сладких снов